Всем привет, с вами Дэн, и сегодня большой длинный обзор на целых 5 часов, 5 часовых набинок, удалось раздобыть их на обзор, спасибо Bestwatch, ну и в начале видоса вставлю такой коротенький привет из Санкт-Петербурга. Всем привет из Санкт-Петербурга, меня зовут Юля, и я бренд-менеджер компании Bestwatch. Сейчас мы находимся в нашем новом магазине на Невском 55, который только-только открылся. Уже много лет я занимаюсь часами, и сегодня я хочу вам рассказать о двух супер-популярных брендах от компании Solar Time, это Spinnaker и Nubeo. Nubeo это марка для тех, кто любит нестандартные вещи и вдохновляется космосом. Их часы просто невероятные, как отдельная маленькая вселенная, в которой можно утонуть. Каждая коллекция это уникальный дизайн, а еще у них потрясающая коллаборация с крутыми франшизами. Например, коллекция Space Invaders просто взорвала интернет, а их работа со Star Trek привела в восторг всех фанатов Звездного Пути. Spinnaker, думаю, не нуждается в представлении. Как бренд-менеджер я сделала все, чтобы вы узнали об этих часах как можно больше, так как сама влюблена в них. Это бренд, который покорил всех своим качеством по доступной цене. Spinnaker предлагает огромный выбор, так что каждый найдет себе часы по вкусу. Если вкратце, это про стиль, про качество, про крутые детали. Их часы с яркими цветами, нестандартными решениями и классными названиями разных версий покорят вас с первого взгляда. Но хватит слов! Мы переносимся в Москву, где наш друг и ваш любимый часовой блогер Дэн Гитат расскажет вам обо всем подробнее. Юлия, спасибо! Как все знают, я большой поклонник микробрендов, в том числе и Spinnaker. И мы об этих часах часто пишем, часто их снимаем. Но Белл пока были на обзоре один раз, так что сегодня обязательно подробно рассмотрю, покажу, расскажу. Рад, что получится показать вам новинки. И давайте, конечно, уже перейдем к делу и посмотрим и разберемся с этими некоторыми интересными моделями. И начнем, я думаю, со Spinnaker и конкретно эта модель называется TSA Bronze. Ну, соответственно, это бронзый у нас в таком вот интересном водонепроницаемом кейсе с интересным оттенком. На самом деле, такого еще нигде не встречал. Ну, что же, давайте открывать, смотреть, чего там у нас внутри. Ой, красотулечка-то какая! Значит, здесь инструкция, да, мануал, гарантийная карточка. Ну, и самое главное, конечно же, часы на такой вот симпатичной оранжевой коробочке. Давайте скорее их открывать. Как вы понимаете, из названия это, естественно, бронза. Бронзу мы все любим, тем более осенью. Осенью. Слушайте, ну, красавчики, прям красавчики. Надо их срочно подзавести. Ну, как видите, корпус здесь выполнен из бронзы. Бакли тоже выполнены из бронзы. И, конечно же, вот такое вот сочетание синего, причем глубокого темного синего и бронзового цвета. Ну, оно всегда беспроигрышное. Стекло здесь Sapphire с внутренним антибликом. Водозащита суровая, 300 метров. Гелевый клапан на боковой части корпуса, как видите. Задняя крышка здесь сделана из стали. Ну, и она прозрачная. И здесь мы можем наблюдать кастомный ротор. И здесь стоит, как видите, швейцарский механизм. Швейцарский механизм. Внутри стоит селита SW200. Да, у Spinnaker есть и линейки более дорогих часов, которые имеют уже на борту швейцарские калибры. Значит, на метках и стрелках здесь швейцарская Super Luminova. Вставка на безеле здесь керамическая. Причем такая матовая керамика. И видите, она здесь двух оттенков. Такого темно-темно-серого и синего цвета. Красиво выглядит. Очень интересное сочетание. Ну, и вообще, я бы сказал, что несмотря на то, что вроде бы как, да, модель такая водолазная, суровая, мужская, но очень много здесь красивых вот этих вот элементов, которые делают ее одновременно и брутальной мужской, но и при этом такой яркой, сочной и по-оседнему такой прям золотой. Вот прям хочется на эти часы смотреть. Еще вот уходящие лучи солнца сразу вспоминаешь, да, закат на море. Возможно, эти часы как раз-таки не только на морском отдыхе, но, в принципе, и когда у нас неплохая погода на улице, я думаю, они прям хорошо подходят. Ну, а когда уже осень глубокая, то они будут согревать ваши запястья, как и вся бронза. Потому что, как я уже говорил, бронза это скорее такой вот материал, металл, да, вот с характером. То есть, многие любят ее, потому что она меняет и делает внешний вид часов именно вашим, потому что всегда патина уникальна. Кто-то не любит, может быть, потому что хочется просто сталь, но у спиннакер, понятное дело, есть и бронза, и есть сталь. Что касается цены, то менее 85 тысяч рублей без учета скидок, по крайней мере, на момент записи этого ролика. Ну, и давайте посмотрим по размерам. Значит, по безелю здесь 43 миллиметра. Ну, такой классический, я бы сказал, размер. По корпусу чуточку больше получается. Но это, смотря где мерить, да. 43,5, в общем, вполне себе универсальный размер. Посмотрите, здесь стекло выпуклое, купольное, 15,6 по высоте. Если мы говорим по размеру ремешка, то 22, так что можно ставить будут любые сторонние ремешки. Об этом чуть позже. И от ушка до ушка 51,5. Почему важно говорить про ремешки? Потому что 300 метров в базе, как видите, стоит кожаный ремешок. Он супер, он мягкий, он классный. Он хорошо сочетается с этими цветами и не перебивает, как бы, да, внимание на себя. И это здорово. Кстати, есть система быстрой замены, так что, если что, можно будет заменить ремешок итальянской кожи здесь. Но, как вы понимаете, для погружения вам скорее пригодится каучук. Я бы поставил здесь черный матовый каучук. А может быть, даже и поиграться с цветами и поставить что-нибудь золотистое. Почему нет? Ну, в общем, для этих часов в поседневной носке, конечно же, ремень в базе это супер. А для, так сказать, дела можно будет поставить что-нибудь и стороннее. Ну, и, конечно, мне нравится фактура на циферблате здесь. Она очень приятно сделана. Это волны. Плюс у нас накладные метки. Посмотрите, да, все золотистые. Опять же, золотистые с сатинированием стрелки. Мощные такие, брутальные, широкие. И очень красивый безель. Прям так и хочется, а? Хорошо. Хорошо, четкий, уверенный, шикарный безель. И очень удобный хват. Потому что безель чуточку шире, чем сам корпус. Поэтому браться за него, ну, одно удовольствие. Очень приятный безель. Корпус матовый. И для бронзовых часов это лучшее решение. Потому что все равно будет со временем покрываться патины. Ну, опять же, есть кустарные даже способы, чтобы эту патину очень быстро убрать. Можете в интернете найти. Проблем здесь никаких нет. В домашних условиях можно вернуть этот корпус к изначальным настройкам, так бы сказать. Значит, мое запястье 18,5 в обхвате. И вот что у нас получается. Приятные часы. Очень хорошо сидят на запястье. И дарят, дарят, дарят такое тепло. Ну, и плюс вот именно с синими оттенками, конечно, они становятся очень-очень яркими и притягательными, я бы так сказал. Ну, что же, подводя итоги, я хочу сказать, что мне нравится сочетание цветов. Мне нравятся характеристики. Здесь, опять же, вполне себе приятный такой мужской дизайн. Ну, и, конечно, как для бронза, так мне кажется, что очень-очень, опять же, приятные и удачные часы. Ну, давайте переходим к следующей модели Spinnaker, о которой мы поговорим сегодня. И следующая модель, смотрите, здесь коробки прям сразу навевают на что-то такое оптимистичное, позитивное и с необычными цветами. Давайте открывать эти коробочки. Значит, здесь инструкция, гарантийная карточка. О, какая красота! В общем, это у нас Spinnaker Bradner, да, линейка, которая достаточно давно появилась у Spinnaker, но при этом они постоянно добавляют новые цвета к этим моделям. И давайте смотреть. Смотрите, какие. Вот это я понимаю. Вот это очень красиво. В комплекте инструмент идет. В комплекте есть еще дополнительные каучуковые ремешки. Их попозже покажу, как они выглядят. А в базе у нас, как вы понимаете, браслет рисовый, да, сложный браслет, пятизвенный, такой классический для Spinnaker Bradner. Вообще, это дайвер в винтажном стиле, классических компрессоров 60-х годов прошлого века. У модели, естественно, две головки. Одна у отметки 2 часа отвечает за, собственно, внутренний безель, да, который у нас можно в обе стороны настраивать. Ну, а головка у отметки 4 часа, это, собственно, заводная головка. Она отвечает у нас за выставление часов под завод и так далее. Ну, что ж, давайте сейчас я пленочки с этих часов сниму, и мы с вами уже более детально продолжим с ними знакомиться. Итак, вот они два красавца. И что касается характеристик, то здесь у модели сапировое стекло, причем такое выпуклое, большое стекло. И по краям у нас такие приятные искажения идут по циферблату. Внутренний антиблик. Водозащита 180 метров, достаточно такая необычная водозащита. Механизм внутри Seiko NH34, рабочая лошадка, причем версии с GMT. Ну, видите, здесь уже все такое по-модному, все современное, продвинутое. QR-код, да, и кастомный ротор Spinnaker под задней крышкой. Ну, и основные характеристики тоже можно посмотреть. И сразу же мы видим, что здесь есть еще и быстросъемные шпильки, то есть браслет можно будет быстро менять на каучуковый ремешок. А это, как говорится, немаловажный плюс и уважение к покупателю. Ну, как видите, Seiko NH34, значит, здесь есть функция GMT и дополнительная вторая стрелка. У нас есть часовая, минутная, секундная дата с контрастным окошком. И, кстати, в такой версии симпатично смотрится, потому что, ну, вот в стилистику, в дизайн попадает, да. Стрелка GMT вот здесь у нас с таким оранжевым треугольничком, она показывает второй часовой пояс. То есть можно эти часы использовать, когда вы часто путешествуете, например, по России, потому что у нас часовых поясов очень много. Или куда-то за рубеж ездите, или просто любите смотреть время в каком-то другом городе. Это, в принципе, полезно. Ну, и все сейчас последний год, два-три полюбили часы с GMT. Благо, благодаря Seiko есть доступная возможность такие часы получить на таком механизме. Как уже говорил, браслет здесь многозвенный. В центральной части звенья типа рисовые зерна, которые отлично вписываются в такой вот у нас, да, канву ретро-стиля. И этот браслет у Spinnaker мне очень нравится. В плане отделки, в плане геометрии. И вот такой вот прям шелковый-шелковый, он прям очень хороший. Молодцы, шикарный браслет, это здорово. Сложный такой, да, очень много здесь у нас. Раз, два, три, четыре, пять получается таких звеньев. Супер, классно. Дальше у нас, опять же, суперлюминовый на метках стрелках в этих часах. Как уже говорил, дополнительный яркий ремешок в комплекте. Ну, и разные цвета циферблата. Их на самом деле там несколько. Но конкретно здесь я вам показываю вот такой вот, они его называют аквамариновый синий. И очень интересный оттенок. Он как бы и не синий, и он вот такой именно светло-светло-синий. Очень яркий, очень такой морской, прям вот летний, красивый очень оттенок. Да, он какой-то цвет неба, я бы сказал. И совсем другая противоположность. Мистический пурпурный. Посмотрите, какой классный оттенок. Вот такой он не в излишнюю яркость, не в излишнюю сочность. Я бы назвал это некий такой вишневый, да, может быть, тоже цвет. Он немножко градиентный, потому что в центральной части он светлее, по краям он немножко ярче и сочнее. И это прям бомба. Ну, это классно. На осень, наверное, вот эта модель, это точно хит. Вот эта модель более, может быть, универсальна, потому что, ну, под разные ситуации подойдет. Но в целом, конечно, мне нравится, что производители стали играть с цветами, с оттенками, предлагать не только унылые серные, черные, белые и там иногда синие, и как бы все. Здорово, что есть разные цвета, разные вариации, потому что, когда на рынке достаточно много разных интересных часов, ты уже начинаешь выбирать нюансами, оттенками, нюансами, дизайном, конечно же, да, вот цветом, который тебя берет за душу. Потому что хочется чего-то такого интересного, чего-то яркого, чего-то небанального на запястье, и, конечно, вот такие цвета. Ну, это браво. Браво. Спиннакер идет дальше, идет дальше и предлагает, ну, прям вкусняшки, я бы так сказал. Ну, и что касается цены, то, по крайней мере, на момент записи ролика, эти модели стоят от 29 тысяч 900 рублей. 42 по диаметру, высота здесь немалая, 15,1, но помним про то, что здесь купольное стекло. Браслет 20, и от ушка до ушка получается 49,4. Тем не менее, достаточно универсальная модель, мои запястья 18,5, ну, как видите, посадка здесь очень удобная. Ушки не самые маленькие, достаточно такие брутальненькие, я бы сказал, но при этом загибаются вниз. Поэтому очень неплохо обхватывает запястье этот корпус. Я бы сказал, что модель, наверное, от 17,5 в обхвате и выше, да, то есть на среднее и на крупное запястье. Но, в принципе, опять же, смотрите по себе, да, что вам больше нравится. Браслет такого плана с большим количеством звеньев, рисовый, он всегда очень хорошо и мягко облегает запястье, поэтому посадка здесь, конечно же, шикарнейшая. Что касается того, какой запас по браслету, ну, сантиметра три точно есть. Плюс в этих часах еще имеется и дайверское расширение. То есть при желании можно и на дайверский костюмчик, как говорится, их примерить. Ну, это вот что касается у нас аквамарина, да, и давайте примерим еще и вот эту версию на браслете. Вам покажу, а потом покажу уже на ремешках. Ну, здесь вот по-другому, да, эти часы абсолютно по-другому воспринимаются, потому что, ну, уже другой цвет. Здесь мне, конечно, нравится, как они делают объем по циферблату. То есть сразу видно, что он глубокий такой, да, он объемный. У нас сразу первый уровень – это, конечно же, цифры на внутреннем безеле. И посмотрите, они как будто бы парят. Они сделаны параллельно нижней части циферблата, а при этом сам внутренний безель, он немножко скошенный. И, конечно, эффект объемный, трехмерный. Вот это реально классно. А дальше у нас идет уже минутная разметка. Она чуть выше, чем часовая разметка. И часовая разметка при этом тоже трехмерная. Слушайте, ну, бомбя вы сделали. И потом еще вот эти стрелки, да, плюс еще стрелка GMT, плюс основная часть циферблата, конечно. Блин, да, циферблат здесь просто невероятен, просто невероятен, очень круто. Но хочу вам еще показать их на ремешках. Здесь впечатление сразу же меняется. Да, как говорится, пусть браслет он более практичен, но посмотрите, какая красота с ремнем, да. Они еще более яркие, они еще более летние, они еще больше подчеркивают ваш характер и ваш стиль. Ай, какая красота! Я обожаю, конечно, эти вот тропические ремешки. Мягкие такие, очень удобные, особенно летом, потому что большое количество этих дырочек, они облегчают вывод пота, воды и так далее. И он сочетается по цвету с внутренней частью безли, с нижней частью, это, конечно, да. Красотулечка, просто красотулечка. Обязательно напишите в комментариях, какая из версий вам нравится больше и почему. Ну, или напишите, что я хочу черным. Потому что часы должны быть только черными, трехстрелочниками и все. Блин, а! Хорош, хорош. Даже не знаю, на самом деле, какая из этих версий мне нравится больше, потому что каждая хороша по-своему. Я бы, конечно, в идеале бы, наверное, даже их обе выбрал, но... Ну, в общем, наверное, скорее все-таки моя душа больше лежит к вот этой вот голубой такой, да, с оттенками. Очень необычное сочетание. И, честно говоря, ну, прям крайне-крайне редко встречающиеся. Ну, а теперь давайте от Spinnaker мы перейдем уже к другому бренду, который называется Nubeo. И на канале уже были, был обзор одних из их часов. Теперь второй. Воу-воу-воу! Фанаты Star Trek, трепишитесь, сегодня ваш день. Смотрите, а, лимиточка от Nubeo. Ну, давайте смотреть, что там внутри. Интересно, что придумали. Опа! Ну, здесь прям такая, да, красотулечка для фанатов Star Trek. Значит, здесь еще и инструкция, да, тоже все в дизайне Star Trek. Прикольно. Гарантийная карточка там же. Так, а здесь... Ого! А здесь такой прям, типа, бердекели, да. 88-200. Всего 200. 200 каждого цвета они сделали. Так... Ну-ка. Nubeo. Ну, интересно, интересно. Давненько мне в руки не попадали лимиточки вот такого плана. Так, пленочки надо у нас немножечко снять. И давайте продолжим. Значит, модель называется Nubeo Magellan Automatic. Ну, Magellan это линейка, да. А конкретно это лимитка Star Trek Beam Black, да. В расцветке. Там их есть несколько. Вот каждая сделана по, как я уже сказал, 200 штук каждого цвета. Ну, вообще, Nubeo такой микробренд, который всегда славится необычными дизайнами. Ну, не так давно появился, но сразу вот я вот первые часы их увидел, это было что-то такое нечто, необычное. Всегда ждешь чего-то такого эдакого. И здесь бочка. Нечастый форм-фактор нынче, но все любители спортивных часов, конечно же, знают, что вот все равно, несмотря на то, что, может быть, бочка не самый популярный формат сейчас, ну, Ришар Миль, как говорится, рулит. Здесь у нас серебристый циферблат, есть люминесцентное покрытие на метках и стрелках. И корпус бочка, да, сделан из нержавеющей стали с частичным черным IP-покрытием по боковой части. Я вижу здесь еще и покрытие по винтам. Также очень интересное сочетание с сатинированием и зеркальной полировкой, причем зеркальная полировка именно вот пунианцем в некоторых местах, да, по боковой части корпуса. И, конечно, такой вот корпус именно в стиле техно, да, то есть он очень технологичный. Блин, здесь даже еще и мотирование есть. Здесь три вида отделки, а здесь сбоку еще плашка черная, Star Trek Enterprise. И ротор тоже кастомный. Они не заявляют механизм, но я так вижу, что это старая добрая CH-KNH35. Основные характеристики на задней крышке, плюс указание, что это лимитировано здесь также. И каучуковый ремень у нас идет в базе с красивой такой вот прям кастомной-кастомной застежкой. Ну, в плане дизайна здесь, конечно же, поработали, плюс есть вот эти некоторые элементы из культовой сагой. Водозащита здесь 50 метров, то есть мытье рук и дождь. Стекло минеральное, такое изогнутое. И на момент записи этого видео цена 72 тысячи рублей. Давайте посмотрим сразу по размерам. Часы не самые маленькие, 48, да, вот по этой части. Ну, и от ушка до ушка, а здесь как таковых ушек-то нет. 51. При этом, с учетом того, что, в общем, корпус ограничен, как бы здесь ушек нет, я думаю, посадка будет вполне себе адекватная. Да, да, на мои 18,5 очень даже приятно. Ну, если вы любите несколько такие оверсайз-часы, либо у вас запястье не среднее, а крупное, то будет просто-таки идеально. Посадка, конечно же, максимально удобная, потому что плоская задняя крышка, ну, ушек нет, ремешок крепится сразу к боковой части корпуса. Причем так прям вертикально, да, он у нас как бы опускается вниз, поэтому обхватывает полностью ваше запястье. Он пухленький такой, но при этом очень мягкий, гибкий. Здесь ремешок хороший. Да, слушайте, интересно, мне нравится этот корпус. Корпус сделан реально классно, он такой немножко распластанный, и здесь боковые вот эти плашки, которые одна с логотипом Star Trek. Это в коллабе, естественно, сделано. Вторая здесь просто как такая небольшая защитные наплывы на заводной головке. Ну, и заводная головка у нас, мы можем ее отвинтить и поднастроить немножко время. Время тоже здесь в такой стилистике звездной, да. И тут еще идет некая надпись, очевидно, каким-то образом связанная с фильмом. Я, честно говоря, не фанат этого сериала, поэтому если вы смотрели, то расскажите, что это все значит. Но в плане стилистики, в плане дизайна очень даже неплохо проработано. Я даже думаю, знаете, что если вы даже в целом не фанат этого сериала, то сами по себе часы сделаны очень приятно. Здесь симпатичный такой скелетонированный циферблат, очень объемный, потому что у нас идет верхняя часть, где минутная разметка. Дальше у нас идет вот эта основная часть, подложка, под ней еще одна, под ней еще одна, еще и дата здесь торчит. Да, здесь стартрек, ну, бео, ну, короче, просто максимально-максимально объемный циферблат. Очень здорово сделано. Ну, ребята прямо молодцы, в этом плане постарались. Понятное дело, что это лимитка, как любая лимитка, это всегда на любителя, да, на ценителя. Но конкретно эта модель сделана вполне себе приятно. Ну, вот такой, я думаю, что здесь будет итог по этому видосу. А мы переходим уже к следующей модели. Ну, и на сладкое у нас сегодня, ну, прям необычно, я бы сказал, креатив, я бы сказал, прям неожиданность. Но, в принципе, ну, бео, наверное, действительно способны делать вот чего-то такое, чего еще никто не делал. Это правильно, потому что разные производители ищут свои ниши, в них пытаются развиваться. И так и должно быть. Нельзя вот пытаться объять необъятно и делать, в принципе, вот одно и то же, как и все. Это здорово, я именно люблю такие бренды. Space Invaders от Nubeo. И Space Invaders это, на самом деле, старая такая компьютерная игра, которой уже 45 лет. К 45-летию они выпустили эту лимитку. Каждого цвета они сделали буквально-буквально там несколько штук, 125 штук каждого цвета. Я, кстати, в эту игрушку играл когда-то давно, она вообще адская, по-моему. Прикольно. О, блин, а часы-то какие, а? А часы-то так. А здесь у нас тоже, да, такой вот типа карточка, карточка типа Бердекеля. Ну, классно, для коллекционеров прям самое то. Для игроманов, для людей, которые это все помнят, да, те старые добрые игры. Просто для коллекционеров часов и для айтишников, мне кажется, тоже. Так, ну, здесь комплект похожий, да, тоже, опять же, у нас есть, кстати. Причем каждый раз они делают именно вот кастомную инструкцию. Это здорово. То есть, вот эти, такие детали, это всегда важно. Даже вот, офигеть, даже шрифт поменяли на гарантийной карточке. Обалдеть! Вот это внимание к деталям, а? Красавчики, просто красавчики. Так, ну, ладно, давайте о главном. Кстати, еще здесь такая очень тоже необычная эта штука. Похожа на вот такой какой-то, больше, наверное, на коврик для мышки. Так. Ой, а цвет-то какой! А, а цвет-то какой! Ё-моё! Ну, тут главное, конечно, не цвет, а циферблат. Потому что циферблат... Да, ну, кто играл, вот, даже не обязательно в Invaders, да, а в целом, вот, в игры 90-х, наверное, конца 80-х, он понимает вот эту всю фишку. И вот эти все, как сделанные персонажи игр... Класс! И все это еще и накладное, мелкое, очень детализированное. А еще, к тому же, очень нетрадиционное, такая, нестандартная здесь индикация минут, секунд и часов. Потому что у нас здесь вот центральный такой персонаж, он показывает секунды. Еще есть окошко дату отметки 6 часов, лимиточка такая, купольное, огромное просто стекло. Опять же, без ушек корпус, он сразу переходит, здесь интегрированный такой ремешок получается. Корпус сложный, красивый, блин, красота какая! Да, это бомбео. Это бомбео. Ну, и что касается, как это все делать, читать, как это все считывать, на самом деле достаточно просто, да. Вот давайте я сейчас покажу. Ну, то есть у нас есть заводная головка и, как видите, минуты. То есть минуты мы сразу с вами считываем. 50, 55, ну и так далее. И есть еще маленькое, вот так вот, как вот в игре-платформере, да, когда кто-то друг за другом бегает. Вот оно, маленькое такое окошко, которое показывает часы сейчас. Вот 5 часов 20 минут. 5.25, 5.30, 5.35, 5.40, т-т-т-т-т-т. 6 часов, ровно на 6 часах. Вот это у нас здесь такой субъект игры. Ну и дальше пошел. Да, конечно, сейчас любители трехстрелочников черных, контрастных скажут, здесь читать время невозможно. Ну, извините, здесь лимитка совершенно про другое и для других потребителей, и читаемость здесь не главная. При этом все равно это часы, потому что у них есть минуты, секунды и часы, и эти часы можно считывать. Ну что ж, это лимитка, 125 штук. OAO Automatic называется линейка. OAO, можно даже сказать, да, по-нашему. Ну, Invader. Indigo, это вот как раз конкретная расцветка именно этой модели. Нержавеющая сталь, сиреневое IP-покрытие, сиреневый силиконовый ремешок, здесь 50 метров водозащита, то есть руки помыть, под дождь попасть. Лимитка, как я уже говорил, в честь игрушки легендарной. Механизм не заявлен, опять же, думаю, что там Seiko NH35, и на момент записи этого ролика стоят они 47 тысяч рублей. Давайте посмотрим, что у нас по корпусу получается. 44, да. По высоте, ну, здесь стекло просто огромное, на миллиметр 4, а то и 5, 15, и 3. В широкой части ремешок будет 28, в узкой части, я думаю, будет гораздо меньше. Ну, здесь уже 18. Ну, и от ушка до ушка, если, в принципе, здесь можно так как-то измерять, ну, давайте приложим, посмотрим. Примерно 49, да. И давайте сейчас покажу на моем запястье, чтобы было более понятно, потому что, ну, необычный корпус, соответственно, здесь все размеры, они немножко по-другому будут восприниматься. Мягкий силиконовый ремешок будет удобный в повседневной носке. Здесь у нас, опять же, есть такой вот логотипчик игры, стилизация, ну, и сзади него сечка. И задняя часть, слушайте, тоже здесь с покрытием, сиреневым. И корпус-то изогнутый, как у буллы, а? А, какая красотулечка-то, посадка должна быть шикарной. Да, изогнутый корпус, изогнутый ремешок, нет ушек, посадка, конечно, здесь прям бомбическая. Очень удобно, очень удобно. Хорошо, прям хорошо. Ну, и объемный трехмерный циферблат, об этом мы уже с вами немножко поговорили, но я не перестаю удивляться, потому что здесь у нас и черное покрытие, и, соответственно, сиреневое покрытие. Ой, ну вот это очень-очень со вкусом, знаете, я бы даже сказал, с любовью сделано, просто с любовью. Для кого эти часы? Если вы хотите что-то необычное в коллекцию, под настроение, под праздник, знаете, под партии какой-нибудь, под корпоративчик, под вечеринку, под Новый год, что-то такое, раз, конечно же, почему нет? Под веселое настроение. Если вы любите игры, если вы, возможно, там в сфере IT, то, опять же, почему нет? Ну, или если вы любите все из 80-х, начало 90-х, а сейчас это в тренде, то, опять же, я думаю, что такая модель вполне себе подойдет. У меня, конечно, есть версии попроще и попроще, но мне кажется, если что-то такое брать, то вот что-то, опять же, такое лимитированное, вот прям, чтобы оно было максимально притягивающий взгляд и всегда, знаете, можно поговорить, вот в этом случае, не только про часы, а еще и про игрушки, про 80-е, может быть, про детство, у кого-то юность, у кого-то зрелость, у кого-то кто-то еще даже тогда и не родился. Поэтому вот такие часы, что называется, начать интересный, может быть, разговор, может быть, даже и некую дружбу. Вот такие модели сегодня я показал. Пишите, какие понравились, какие, может быть, нет, что еще, может быть, показать в следующих роликах. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.